Во всей Польше 12 июня заревут сирены. Так пограничная служба будет прощаться со своим погибшим солдатом Матеушем Ситком, которого 28 мая смертельно ударил ножом нелегальный мигрант. На этом видео раненый Матеуш Ситок лежит после удара. Ему оказывают помощь. Тогда группа мужчин повредила пограничный барьер и штурмом пыталась пробиться в Польшу, используя против пограничников брёвна, камни и ножи. Ударив пограничника, преступник скрылся в глубине Беларуси. Его поимка названа приоритетной государственной задачей. «Польша не успокоится, пока бандит, который зверским образом убил польского солдата, не будет схвачен. Польша не будет знать отдыха, пока не поймает этого бандита. В этот процесс вовлечены все соответствующие государственные службы». Так выглядит орудие убийства – нож с гвоздями, прикреплённые к палке. У органов следствия есть и видео, где видно лицо подозреваемого. Как пишут польские СМИ, это смуглый мужчина, внешне не похожий на белоруса. Официальная Варшава потребовала от режима в Минске выдать преступника. Также в будущем у военных будет законная возможность стрелять на поражение, если на них нападают. «Не будет никакой пощады тем, кто атакует польских солдат. Неважно, как происходит нападение. Но если оно будет угрожать жизням и здоровью солдат, то они будут под защитой государства». От начала года в разных инцидентах столкновений с нелегальными мигрантами пострадало полсотни польских солдат. Только 10 июня границу с белорусской стороны штурмовали 190 человек. Кроме холодного оружия, мигранты используют петарды. Теперь же Министерство обороны Польши объявило операцию «ШПЕЙ» – усиление военных оружием и амуницией. А от четверга в некоторых приграничных районах начнёт действовать буферная зона с запретом пребывания посторонних лиц на расстоянии от 200 метров до 2 километров от границы. «У нас нет сомнений, что миграционное давление сохранится. Это цель режима в Белоруссии и Российской Федерации. У нас есть разведданные, которые подтверждают это». Ситуацию, когда спецслужбы Лукашенко организованно свозят мигрантов к границе, чтобы использовать в провокациях против натовских военных, в Риге на саммите бухарестского формата обсуждал со своими коллегами президент Польши. «На белорусско-польской границе в очередной раз нелегальную миграцию превращают в оружие, в средство давления, которое Кремль оказывает как часть гибридной операции. Те же инструменты сейчас используют и против других государств нашего региона». «Россия будет и дальше представлять наибольшую угрозу безопасности для наших стран и всей Европы. Мы должны быть готовы действовать, исходя из этого. Мы союзники НАТО на восточном фланге. Находимся на передовой в борьбе с негативными эффектами этой разрушительной войны». «Мигрантов из Азии и Африки массово привозят в Москву, где вербуют воевать против Украины», заявил во вторник Байпол – союз бывших белорусских силовиков, выступивших против Лукашенко. В Москве завербованных тренируют воевать на базе спецназа в Кубинке. Белсад еще год назад рассказывал, как против украинцев нанимают воевать граждан Непала. А тех мигрантов, кто воевать не хочет, отправляют в Беларусь создавать миграционный кризис у соседей. Часть из них проходит обучение в Минске. Инструкторы – ручной пограничный спецназ Лукашенко «Осам», где служили оба его старших сына. Как заявляет Байпол, мигрантов обучают скрытному передвижению в лесу, проникновению через границу и взрывному делу. Согласно Байполу, убийство 28 мая – результат запланированной провокации, а ножи мигрантам раздали спецслужбы Лукашенко. Кроме того, со складов были доставлены противопехотные фугасные мины «Лепесток» ПФМ-1, производство СССР, из партии, предназначенной для поставки в Польскую Народную Республику. Мины в количестве около 30 штук мигранты должны были разбросать уже на польской территории для того, чтобы спровоцировать подрыв кого-либо, чтобы обвинить Польшу в использовании мин против мигрантов. Противопехотная мина «Лепесток», которую почти невозможно обнаружить миноискателям, широко используется российскими войсками в войне против Украины. Но цель провокации – обвинить Польшу в минировании границей, заявляет Байпол. Звучит угрожающе, но режим Лукашенко сам напрямую угрожает своим соседям. Вот слова одного из рупоров Лукашенко. «Будет больше смертей еще, больше будет убийств, будет озлобленность. У мигрантов будет озлобленность по отношению к правоохранительным органам Польши, к пограничникам». В гостях у госпропагандиста Вадима Шепета Гайдукевич озвучивает следующие тезисы. А. В убийстве поляка виноват Запад. Б. Польские пограничники якобы убивают мигрантов десятками и закапывают их прямо на границе. В. Мигранты мусульмании ненавидят европейскую цивилизацию и уничтожат ее. Г. Единственный способ это остановить – начать договариваться с Путиным и Лукашенко. «Прекратить спонсировать пятую колонну, прекратить готовить теракт и экстремизм, выдать всех беглых руководителей нам сюда немедленно. Это все будет. Вот увидите, это все будет. Всех выдать, значит, лохушек и прочих, всех отдать, в багажники привезти, мы их в тюрьму посадим. И мы не должны перед Западом отчитываться, сколько у нас президент сроков находится у власти. Сколько народ хочет, столько и будет. Это не ваше собачье дело». Кроме выдачи в багажнике Павла Латушко, который в Гааге передал в суд материалы о преступлениях Лукашенко и срочной выдачи других белорусских политиков, Гайдукевич требует от Польши и всего Запада прекратить помощь Украине. Ярослав Стешек для программы «Вот так». Подробнее поговорим на эту тему с моим коллегой Ярославом Стешеком, автором этого материала, который на Белсайте занимается темами обороны и национальности и национальной безопасности. Ярослав, добрый вечер. Добрый вечер. Ты очень подробно рассказал в своем материале о том, что происходило на границе. И вот интересно это заявление «Байпол», которое свидетельствует о том, что польский солдат был убит в результате организованной провокации. Но зачем это Кремлю и Лукашенко? Какой реакции и каких последствий они ожидают от Польши? С 2021 года Александр Лукашенко при помощи своего спецназа, силовиков, организовывает вот такое миграционное давление. Сначала это была Литва, потом Польша, потом Латвия. И потом в зависимости от политической ситуации они меняли основные направления удара. И это система, которая поддерживает сама себя, хочет мигрантов, извините, очень многое. То есть людей, которые готовы заплатить сами деньги за то, чтобы идти через белорусский лес и штурмовать Европу. Они платят спецслужбам Лукашенко, те организовывают такие колонны. Мы видели самолеты, которые прилетали, целые рейсы из Ирака, например. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы давить в первую очередь на соседей. Это политическое давление. Правительство любой страны имеет очень много проблем. Также это давление на весь блок НАТО, на всех союзников. Потому что каждый автомат, каждый пикап или грузовик военный, который сейчас нужен на границе Польши, Литвы или Латвии, для защиты этой границы, или в Финляндии, как идет такое же давление со стороны России, все эти вещи, они могли бы быть сейчас в Украине, помогать этими пикапами и грузовиками поляки могли бы в Украине. Также солдаты натовские, они вместо того, чтобы заниматься учениями или как инструкторы работать с украинскими военными, они сейчас занимаются усилением границы. Это такая постоянная цель. Если говорить конкретно о цели вот этих вылазок, которые сейчас очень отличаются, и в Министерстве обороны Польши отмечают, что совсем другая ситуация по сравнению с 2021 годом, это уже вылазки направлены на то, чтобы как раз-таки был такой силовой конфликт, чтобы была стрельба на границе. Причем сейчас стреляют польские пограничники в воздух более тысячи раз с начала этого года. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы был горячий конфликт. Кремлю это нужно для того, чтобы этот конфликт полностью изолировал Беларусь от западных соседей. Лукашенко, я не уверен, что он может что-то этому противопоставить, но он пытается, как мы слышали от Гайдукевича, пытается просто заставить своих соседей договариваться с ним. Что касается Минлепесток, про который сообщает Байпол, я допускаю, что это может быть правдивая информация. Мы, кстати, на Белсате первые рассказали об операции «Шлюз» с помощью ручного спецназа пограничного ОСАМ. Эта информация подтвердилась потом. Мы первые сообщили также о непальских наемниках, и это тоже сейчас новость, известная по всему миру. Сейчас вполне может быть, что и мины эти были использованы. Объясню, в чем дело. Польша проводит программу «Тарча всхуд», то есть «Восточный щит». Это военное усиление границы с Беларусью. И в этой программе, кроме того, что усиляют границу против мигрантов нелегальных, усиляют границу против возможного нападения со стороны Беларуси и со стороны Калининградской области, это означает роют укрепления и так далее, на случай такого нападения, чтобы его не произошло. Эта программа «Военная Польша» вообще не предусматривает использование мин ни противопехотных, ни противотанковых, ни временно, ни постоянно. Если мы допустим, что такая провокация имела место, запланированная, с целью разбросать такие мины, что будет в итоге? Пройдет какой-то нелегальный мигрант, какая-то там женщина с ребенком, старик, наступит на эту мину, ему оторвет ногу, он погибнет. Это будет новость номер один повсюду, и эта новость будет направлена на то, чтобы Польшу и блок НАТО поссорить со всем, так называемым, глобальным югом. То есть эти страны, про которые мы говорили сегодня тоже с экспертом, которые как бы поддерживают Россию, либо не участвуют в войне России против Украины, но поддерживают. Это одна из целей. Но самая главная цель – скомпрометировать Польшу, заставить Польшу выдавать огромные ресурсы на охрану границы, на усиление границы, скомпрометировать и давить на весь блок НАТО. Ну и да, наверное, и со стороны союзников по НАТО и по ЕС будет какая-то реакция. Я как раз хотела у тебя спросить о той реакции, о том, как может отреагировать Польша, потому что, с одной стороны, ситуация серьезная, уже погиб солдат, то есть реакция должна быть, а с другой стороны, слишком жесткая реакция может эскалировать ситуацию. Еще один солдат тяжело ранен. Еще один солдат пограничной службы под Белой Вежей, это Беловежская пуща, у него перелом основания черепа, у него угроза потери глаза. Вот такие вещи происходят постоянно. И реакция будет, и союзники, как показывает даже тот же саммит в Риге, союзники поддержат Польшу, возможно, кроме Венгрии, при том, что союзники по восточному флангу НАТО, они сталкиваются с такой же ровной угрозой, то есть Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Норвегия, это страны, которые постоянно Россия и режим Лукашенко атакуют. С помощью гибридной угрозы, то есть нелегальная миграция, это гибридная угроза, невозможно стрелять под нелегальным мигрантам, но с ними надо что-то делать, когда они тысячами штурмуют границу. Мы видели это в 2021 году на переходе Брузги, например, когда бросались камнями, бревнами, когда еще не было этой стены. Союзники, я думаю, что поддержат и Польшу, и другие страны, восточные страны Евросоюза и НАТО, потому что многие из этих мигрантов пытаются попасть как раз таки дальше, в Германию, во Францию, где также есть угроза терактов, и мигранты, скажем честно, не все мигранты готовы жить по закону тех стран, в которые они пребывают. К сожалению, инфильтрируют в среду этих мигрантов своих представителей и организованные преступные группировки, и даже террористические организации, например, ИГИЛ. Ярослав, еще хотел бы у тебя спросить, вот относительно вот этой условно-гибридной атаки, может ли быть задействована какая-то из статей устава НАТО, можно ли считать условно это угрозой безопасности какой-либо из стран, которые подвергаются таким штурмам? Пятая статья устава НАТО не будет задействована в этом случае, и в этом и эффективность этой гибридной угрозы, гибридного нападения, когда нет открытого военного вмешательства. То же самое можно сказать про сценарий, подобный тому, что было в 2014 году в Украине, когда под видом местных жителей, протестующих, кто-то захватывает здание, ну, среди этих мирных жителей появляются какие-то зеленые человечки. То же самое готовилось в Литве, но не получилось подготовить. Это гибридная угроза и гибридное оружие, оно направлено на то, чтобы страны, которые подвергаются атаке, были парализованы и не могли использовать оружие, и не могли прибегнуть к помощи союзников против такой гибридной атаки. Поэтому в данном случае, я думаю, не будет задействована статья НАТО, но я думаю, что также она и не нужна, потому что хватит сил для отражения подобных угроз, и обычными средствами в рамках договоренности между союзниками. Что ж, наверное, будем наблюдать за каким-то совместным решением стран-участниц Альянса и участниц Евросоюза. Спасибо тебе, Ярослав, за пояснение еще больше к тем подробностям, которые ты рассказал в материале. Я напомню, что с нами был мой коллега Ярослав Стешик, который на Белсайте занимается темами обороны и национальной безопасности.